здравствуйте друзья у нас среда утречка и собственно завтра в четверг концу дня истекает это вот продление бюджета которое было принято до 8 февраля и вот сейчас вокруг этого очередного ну очередного необходимого продления или или вообще как до или должен постоянно бюджет принятили пятый раз его продлить даже четыре раза продлевали вот вокруг этого сейчас идет некоторая дискуссия вот они расскажу давайте переведу стрелки на улице туда там жизнь это справа школа это high school поэтому тут вот детишки такие уже постарше там вот и там еще строится новую посмотреть в общем значит что происходит сказано было что если не удастся до 8 февраля договориться по поводу легализации вот этих вот даковцев то есть молодежи которые в несовершеннолетней возрасте родители привели в сша если не удастся договориться то руководство республиканцев в сенате верхней палате конгресса сша сказали что они вынесут на обсуждение там и будут вот решать нижняя палата ничего такого не обещала хотя там тоже большинство большинство республиканское и многие поэтому говорили что бессмысленно иметь какое-то обещание от одной палаты потому что без двух ничего не получится и в общем посмотрим что выйдет дальше но в нижней палате они пока отказываются отказываются взять на себя обязательства буквально вчера нэнси пелоси это женщина она руководит демократическим возглавляет демократическое меньшинство палате представителей она когда там принимали закон о том чтобы продлить до 23 марта продлить бюджет такое расширение как бы бюджета до 23 марта то она это почему же говорит вы так вот не хотите пообещать то что ж такое то этот вас же там денег не просит быть ну комитмент какой-то в общем они они как бы не хотят на себя лишнее убрать того что вам может они потом решат что и не будут там эти пообещали а эти нет вот как-то так но это так мелочь палата представители приняла законопроект который сейчас двигать движется в сенат и смысл его в том чтобы продлить во первых бюджет прошлого года когда нового еще нет продлить его до 23 марта но что касается конкретно расходов на оборону то их до сентября а сентябрь это конец финансового года до сентября вот на оборонку выделить а с остальными уже дальше разбираться там по мере чего не то чтобы там скажем на оборону денег нету в бюджете денег нету дело в том что бюджет на следующий год вот на текущий предусматривал увеличение расходов на оборону а если они принимают как бы продление прошлого бюджета они готов хорошо там еще там на месяц мы продлеваем прошлый бюджет то там соответственно расходы идут по прошлогодней шкале поэтому а то увеличение бюджета военного которое они хотели значит сделать она она не проходит поэтому говорят так давайте так бюджет военные отдельно вынесем и пусть они там до сентября спокойно спят вот а мы вот все остальное будем потом там решать вот в общем как так пока мы делаем там продлим будем в сенате они там будут обсуждать значит иммиграционный вопрос глядишь договорятся и мы тогда все вот это все сделал сразу из иммиграции с бюджетом ну там совсем дело в том что когда речь идет об увеличении бюджета военного то у демократов в этом смысле есть не то чтобы они того же прямо против но они говорят что увеличение военного бюджета должно ну в равной мере или там почти в равной мере значит увязываться с увеличением бюджета на не военные расходы но он милитари да есть милитари баджеты но он милитари баджет что если мы хотим туда увеличить надо и остальное тоже увеличить и тут у республиканцев с этим есть проблема то есть если скажем увеличение расходов на военные расходы она так знать она патриотично с одной стороны с другой стороны деньги на этом зарабатывают крупные корпорации которые в оборонном бизнесе они как раз финансируют республиканскую партию там всех этих депутатов там и так далее поэтому как бы они с одной стороны так патриотичненько и щеки надуть можно с другой стороны как бы о себе не забыли вроде все хорошо а то значит если брать гражданские отрасли то это уже не их как бы контингент это туда больше к демократам с точки зрения как бы развитие экономики известно что одна и та же сумма вложенная в военные расходы создает гораздо меньше рабочих мест чем вложенная в гражданские но это понятно там на самом деле все гораздо дороже и в общем и рабсила тоже то есть может быть конечно она создает больше высокооплачиваемых рабочих мест может быть но так в целом как бы и оборот как бы в экономике потому что то что ушло в оборонку она ушла и погибла то вы закопали а то что ушло в гражданские отрасли все-таки она там как-то еще после этого ну как-то как-то в общество возвращается в том или ином виде поэтому идея такая чтобы если уже увеличивать то и тот и другой она идея неплохая но как неплохая с моей точки зрения но с точки зрения республиканцев нехорошие а точки зрения демократов увеличивать исключительно на оборону без гражданских расходов тоже нехорошо в общем какие бы там у них ни были официальные аргументы или такие аргументы которых мы на самом деле никогда не узнаем но которые может быть все решают мы не знаем ну вот правда но там они говорят что-то да но да республиканцы чем мотивируют это они не говорят не дадим денег на вот на это потому что это тогда значит поможет демократам там как бы продвигать свою платформу и говорит что вот они заботятся там об экономике о простом народе они так не говорят они говорят ну у нас ведь очень много людей которые консервативно и они относятся плохо к тому чтобы жить непосредством представьте себе оказывается оказывается они против и это у них такая отмазка то есть каждый каждый раз когда допустим что такое они говорят жить непосредством нельзя а тут же вот буквально пару дней назад на пару недель назад они полтора триллиона полтора триллиона отдали значит там ну не все деньги корпорации только 83 процента из них получит один процент самого обеспеченного населения сша 17 процентов конечно достанутся и остальным тоже но вода не дать полтора триллиона долларов они нажатнули и несмотря на свой этот самый бюджетный консерватизм так сказать фискальный фискальный консерватизм так они как фискал консерватив но а тут они значит вот уперлись и говорят но еще на оборону мы еще можем накинуть при всем нашем консерватизме таком фискальном что денег не значит надо жить посредством и так далее ну на оборону конечно грех не накинуть но гражданские отрасли это то зачем это же это нет не виду же быть принципы у людей разве можно непосредством жить вот и такая вот такая вот интересная картинка значит так процесс такой они приняли какой-то проект в палате представителей дальше он движется в сенат в сенате вот это вот оборона без гражданского не не покатит поэтому какие-то изменения произойдут дальше одно должно будет утвердиться в обеих палатах да то есть к сенат что-то примет такое вот и дальше она там согласовывается и утверждается заново обеими палатами в компромиссном варианте то есть что там в итоге получится мы не знаем но пока что пока что для нас с вами тоже немаловажный аспект состоит в том что это происходит без решения иммиграционных вопросов все-таки вопросы бюджета это не те вопросы которые могут тормозиться там нерешенностью вопросов забором и этого с иммиграции в целом и так далее все-таки бюджет важнее для страны и мы говорили когда то что вот у нас 8 февраля это очередной дедлайн когда мы смотрим ситуацию с лотереей green card как часть общей миграционной реформы которые они там должны были привязать к бюджету но вот сейчас как бы получается что она немножко развязалась с бюджетом ну как развязалась еще там до 23 марта если они примут то как бы она снова отойдет туда но у нас явно сдвигается дедлайн я поначалу думал что мы этот дедлайн все-таки смотрим где-то в районе 5 марта потому что 5 марта истекает защита от депортации у даковцев никто особо не хочет я не говорю про демократов но даже республиканцы особо не хотят чтобы дошло до депортации и всяких таких скандальных историй поэтому с одной стороны трамп говорит что он в общем то может продлить этот дедлайн он не никто ему так сказать не навязывает он сказал когда до 5 марта наш полгода прошло можете еще там на месяц продлить там дело такое то есть это абсолютно в его руках он может еще месяц продлить или там два или три даже или даже полгода то есть насколько хочет продлить только может продлить может вообще свое решение отменить и останется указ обамы на месте все что хочет может в определенных рамках поэтому это раз второе есть решение федерального судьи в калифорнии который сказал что это не ну как бы там незаконно так скажем или нет достаточно оснований для отмены указа там и так далее во всяком случае он тормознул его исполнение поэтому даже если 5 марта нас наступила бы там сегодня то в условиях отсутствия решения более высокой инстанции судебной все равно никто бы не стал их реально депортировать вот ну в общем как бы в таком подвешенном подвешенном состоянии вот эти люди они тоже уже не пацаны там уже да есть такие что ему за 30 и в общем хорошо за 20 и тогда работают учиться разные разные возраста вот что там дальше у нас и что мы знаем и я пытаюсь с каким-то очередным дедлайном выйти ну да допустим они сейчас прибудут 23 марта да мы предполагаем что 23 марта поскольку она была заложена в решении палаты представителей вот хотя сенат может изменить это тоже может там две недели дадут или три недели я не знаю но нам было обещано всем было обещано что если до 8 февраля до завтра не будет найдено решение иммиграционной проблемы а его нет и никакого движения со стороны руководства республиканского тоже нет то есть они как мы не будем ставить принимать закон такой что президент его не одобрил то есть знаете получается что не 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 партия влияет на президента президент на партию то есть они как-то не хотят вот так идти идти с ним так сказать на на конфликт хотя в общем то конечно большинство партийных там этих начальник начальников и депутатов всяких там она но конечно мы сильно расходится с трампом по вопросам эмиграции ну вот сенат начнет рассмотрение и тоже мы не знаем у нас нет конкретной даты у нас сказано что если до восьмого числа это не произойдет решение не будет найдено то мы тогда это в общем не откладывая там вам даже было сказано что в феврале же и вынесем там на повестку дня поэтому ну вот пусть выносит мы можем только посмотреть значит чего они там решат и как когда они его вынесут и до чего договорятся и так далее и так далее и так далее но в общем то получается такая история что республиканские начальники в обеих палатах и райан и макконал они как бы смыкаются с трампом и идут против существенного большинства сенаторов и республиканских сенаторов и республиканских членов палаты представителей и в общем как-то так вот их додавливают я не знаю к чему это все приведет но в общем будем смотреть вопрос остается открытым это значит друзья что вы с вами еще не раз вернемся к этой теме и обкашлим что там происходит а так что вот покажет всем привет счастливо